Вы смотрите отзыв об отеле Коконат Бич Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Алэк Сен, который был в нем в 2010 году. Вот и состоялась моя первая самостоятельная поездка в Таиланд. Готовился долго, много читал, но поездка откладывалась на более поздний срок по многим причинам несколько раз. Билеты были куплены, проживание забронировано, все необходимое собрано, и в назначенный день я поехал в аэропорт. Экспресс с комфортом домчал меня до Шереметьево. Я заранее зарегистрировался, выбрав место в салоне, мне оставалось только сдать багаж и получить посадочный. Вылет задержался на два с лишним часа, по причине плохой погоды шел сильный ливень, сверкали молнии. Из Шереметьево никто не вылетал, сначала стояли возле терминала, потом построились друг за другом и по очереди начали взлетать. Очередь состояла примерно из 12-15 самолетов. Полет прошел нормально, попоили, покормили, кино показали, чуть подремал. И вот он Бангкок. Размеры аэропорта меня очень удивили, хоть я и читал о том, что он большой, но не думал, что настолько. Пролетев по нему как метеор в надежде все-таки успеть на стыковочный рейс до Самуи, ничего толком и разглядеть не успел. Успевал только притормаживать на движущихся дорожках, чтоб не вылететь пулей на следующую. Но на рейс я все-таки опоздал. У стояк Бангкок Эрвейс меня встретил Таец, в одежде с надписью Аэрофлот, сказав мне, что сейчас что-нибудь придумаем. Поговорив с Бангкок Циами, он предлагает улететь на следующем самолете с доплатой всего 800 бат. Я с радостью согласился, попросили показать кредитку, и через две минуты у меня на руках новая распечатка билета БКК Самуи БКК. Маленький, разукрашенный, пропеллерный самолетик вылетел через 40 минут. Опять попоили, покормили, и через час с небольшим полета начали снижаться. Вот он, долгожданный остров Самуи. Солнце светит, море красивого голубого цвета, большое количество кокосовых пальм. Наконец-то я добрался. В аэропорту можно было взять групповой трансфер на микроавтобусе, по-моему за 250 бат. Но сил уже не осталось на то, чтобы кататься по отелям, был выбран индивидуальный за 700. И через 20 минут я уже в отеле. Coconut Beach Resort был выбран из-за красивых картинок стандартных номеров, плюс вид на сад. Все так и есть, стандарт поразил своим размером. Огромный и светлый номер, с полным набором всех вещей для удобного проживания. По ЖК-телевизору есть российский канал, но нет музыкальных. Просыпаться с утра вот с таким видом. Для меня было весьма приятно. Вполне нормальный балкон, но если вытащить на него сушилку, то будет тесновато. Бунгало очень простенькие, какие-то хижины. Выглядит очень дряхлыми, какие-то избушки на куриных ножках. Но несмотря на всю простоту, бунгало на пляже всегда были заняты. Если кто-то уезжал, то через час уже там жили новые люди. В отеле есть спортзал, с набором разных гантель, штанг и различных качалок. Также есть бесплатный Wi-Fi и в холле стоит компьютер с бесплатным интернетом. До моря примерно 50 метров. До ресторанчиков, кафешек и магазина 7-11 столько же. Лядом есть все, обменники, турбюро, прокаты мопедов, аптеки и даже Макдональдс. Небольшим минусом расположения отеля можно считать то, что музыка с тусовки слышна всю ночь, до утра. После первой ночи хотел попросить поменять номер на другую сторону, передумал. А через пару дней привык, и уже музыка не мешала. Завтрак входивший в стоимость весьма прост. Было два варианта. Один, омлет, два ломтика ветчины, две помидорки, два кусочка огурчика, лист салата, два тоста, джем, масло, стакан сока, кофе и тарелка с ананасами и арбузами. Два, сок, кофе, тосты, джем, масло, фрукты. Меня оба варианта полностью устраивали, голодным не был. Отильный ресторанчик тоже весьма прост. Да и слово ресторан, не подходит к этому заведению, скорее кафе. Несколько столов из бамбука под крышей, и два массивных деревянных стола под открытым небом, окруженные растительностью. Простенько, но уютно. В отеле началось строительство бассейна. Находится между главным корпусом и морем. Обещали закончить за три месяца, но я думаю раньше, чем через полгода не закончат. Стройка никак не мешает отдыху. Все огорожено сеткой, и рабочие там ковыряются. Иногда слышны удары молотком. В соседнем отеле Ломай Инн тоже строят бассейн. Кусок пляжа Ломай около отеля вообще понравился. Широкий, много пальм, есть бесплатные отельные матрасы и стульчики-лежанки. Матрасы почти всегда свободны, стульчики более популярны. Чуть разочаровался я в составе песка на пляже. Описать его можно так, не в длину, а в ширину разная консистенция. То есть чем дальше от моря, тем крупнее песок. Самые крупные песчинки размером с пшено. Прям возле моря мелкий, приятный на ощупь. Такой же мелкий в самом море, так что заходить и выходить комфортно. Пройдясь почти по всему пляжу, картина почти везде одинаковая. Где-то мельче, где-то еще крупнее. Самый лучший кусок пляжа был обнаружен возле отеля Алоха. Минимум крупного песка. Был взят на прокат мопед, и в течение нескольких дней совершались вылазки по острову в поисках чего-нибудь интересного, красивого. Так был найден Magic Garden, как раз когда там никого не было. И можно было спокойно походить, посмотреть, сфотографировать. Так же большой и многорукий Будо, с минимум туристов. Далее меня ждал Панган, и тихое место для очень спокойного релакса. В отеле был заказан и оплачен билет и трансфер до Пангана. Забрали вовремя, в кассе обменял квиток на билет, посидел чуть в хафе. И вот он, красавец катамаран компании Лампраек. Продолжение тут. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»